Ирина Титова приехала в Самару в гости к сыну-студенту из Оренбургской области. Женщина предпочитает вести здоровый образ жизни. Когда знакомые сказали, что в областном центре проходят акции «Самара в движении», сразу приехала на пляж у Первомайского спуска. Я занимаюсь спортом, хочется приходиться, да. Очень приятно, и вообще ни на Оренбургской области такого нет, ни на Урале, ни такое не рассказывать, кто ездит отдыхать на Черное море. А тут очень замечательно. Я думаю, что благодарность большому руководству города. Впервые акцию власти областного центра провели в год чемпионата мира по футболу. Заметив ее популярность, решили сделать традиционной. В этом году люди у нас достаточно активные, посещаемость увеличилась, наверное, даже в несколько раз, потому что мероприятие уже не первый год, и люди уже знакомы с этим, поэтому у нас даже есть люди завсегдатые, которые приходят с 5 до 9, все 4 тренировки посещают. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» проходит с 3 декады июня и продлится до конца лета. Тренироваться и танцевать можно самостоятельно или в команде с профессиональным тренером, бесплатно. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Ирина Титова одной из первых занялась танцевальным фитнесом. Услышав зажигательную музыку, к тренировке присоединились другие желающие. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летие октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Работают инструктора по пляжным видам спорта, по футболу, волейболу, пляжному теннису. Активно работают инструктора по пляжному регби, флайн-диску. Актуальную информацию о расписании тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Городской департамент физкультуры и спорта планирует сделать акцию еще масштабнее. Спортивные городки появятся во всех районах областного центра. Вовлечение горожан в систематические занятия спортом – одна из главных задач нацпроекта «Демография». Его реализация находится на контроле главы региона Дмитрия Азарова. С 2018 года в области открыто около 150 спортивных объектов. Доля жителей губернии, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась с 2017 года в полтора раза и достигла 54%. Цветон Тимофеева, Николай Сидоров. События.